Тойота Камри Тойота Камри 6-го поколения, 10-го года, то есть после рестайлинга, с пробегом 78 тысяч километров. Двигатель 2,4, 167 лошадей, коробка 5-ступенчатый автомат. Продавец хочет за такую 699 тысяч рублей. Заверяет, что за все время не красил ни одну деталь. По капоту это заметно, вся поверхность в маленьких сколах. Салон у Камри получился сдержанный, аскетичный. Лично мне не нравятся эти деревянные вставки. Понятное дело, японцы хотели подчеркнуть премиальность своего седана, но, если честно, выглядит не очень. Лучше бы они вместо этого делили внимание шумоизоляцией. Она здесь откровенно слабая. Есть вопросы и к качеству материалов. С серебристых панелей стирается краска. Кожаные детали тоже теряют товарный вид еще до 100 тысяч пробега. Зато место внутри хоть отбавляй. С мотором 2,4 Камри не то, что совсем не едет. Нет, она плавная, очень комфортная, но какая-то слишком спокойная. В этом отчасти виноват автомат. Здесь стоит адаптивная коробка, но пока что подстроиться друг под друга мы не можем. Я выхал из пробки уже минут как пять, а машина до сих пор думает, что я где-то не спеша еду в заторе. В общем, если любите погорячее, определенно нужно брать машину с двигателем 3.5. Но вот в управляемости спорта не прибавится в любом случае. Хотя пустоватый руль и крен в поворотах – адекватная плата за высокий уровень комфорта. Теперь разберемся, как обстоят дела с надежностью. Едем в сервис на комплексную диагностику. Моторы Toyota иногда называют миллионниками. Про бензиновый двигатель 2,4 Камри такого не говорят. Хотя в целом считают его надежным. Хорошее топливо и регулярное обслуживание – залог успеха. Конструктивный недочет по сути один. Головка блока цилиндров закреплена на очень длинные тонкие болты. И с пробегом примерно от 120 до 160 тысяч эти болты ослабляются, растягиваются. И двигатель начинает течь вовнутрь. Чинить это возможно неофициально, только неофициально. Как мы пытаемся эту проблему решить? Мы снимаем двигатель, мы снимаем головку, просверлим эти болты, крепим новыми, более мощными. И, соответственно, еще тысяч на 150, на 200 хватает. Но ремонт-то тяжелый, сложный, и многие владельцы Камри с ним сталкиваются. Стоит все это порядка 50 тысяч рублей. Слабым местом также часто называют помпу. Иногда ее приходится менять еще до 60 тысяч пробега. Не славится долговечностью и натяжитель приводных ремней. Характерное щелканье можно услышать после 100 тысяч пробега. А вот пятиступенчатый автомат, хоть и задумчивый, но почти беспроблемный. Разумеется, если вовремя его обслуживать. Конкретно в нашей машине подкапотное пространство вложений не требует. Похоже, совсем недавно она прошла ТО. Со временем Камри почти не потеряла в мощности. Хотя реальный разгон до сотни оказался почти на полторы секунды медленнее заявленного. Реальный расход топлива в городе 15 литров на сотню. Чуть выше официальных данных. Теперь посмотрим ходовую. Самая большая проблема, я вижу, привода. Привода здесь летят регулярно. Опять же, видимо, из-за конструктива подвески. Потому что она валкая и слишком много на себя берет массы, передние колеса берут массы. По задней подвеске это задние и поперечные тяги. Стойки и втулки стабилизаторов также считают слабыми местами Камри. А передние тормозные диски может повезти уже после 30 тысяч пробега. В нашей машине совпало почти полностью. Втулки стабилизаторов сзади и передние диски мастер приговорил под замену. Осталось проверить электрику и другие узлы автомобиля. Когда мы опрашиваем владельцев Toyota и спрашиваем, как вам Камри, какие эмоции она вас вызывает. После затяжной паузы очень многие из них отвечают, никаких. Соответственно, для меня вопрос, как может автомобиль, претендующий на премиальный сегмент, претендующий на какую-то роскошь, на какое-то удовольствие, выдавать такие странные эмоции своим владельцам. Ну а по технической части владельцев Камри часто расстраивает кондиционер. После пробега в 60 тысяч испаритель окисляется, и в салон начинают попадать белые частицы, похожие на мел. Ремонт системы обойдется примерно в 30 тысяч рублей. Жалуются многие и на штатные парктроники. Нередко глючит, а иногда вообще выходят из строя без видимых на то причин. Полный список проблем и рекомендаций у нас на руках. Теперь почитаем, сколько нужно вложить денег, чтобы устранить все недочеты, и какая в итоге будет выгода по сравнению с покупкой нового автомобиля. Напомним, наша четырехлетняя Камри стоит 699 тысяч рублей. Чтобы привести ее в идеальное состояние, нужно порядка 60 тысяч. 15 на ремонт ходовой и 45 на устранение косметических дефектов снаружи и внутри. В итоге реальная цена автомобиля составит 759 тысяч рублей. Что касается покупки нового автомобиля, сейчас продается седьмое поколение седана. Скоро у тилеров появится и рестайлинговая версия. Похожей комплектации машина стоит минимум 1 миллион 170 тысяч рублей. Она стала мощнее, быстрее и экономичнее. Разве что в салоне прогресс не такой очевидный. Итак, выгода при покупке поддержанной Камри, учитывая потраченные на ремонт деньги, составит 411 тысяч рублей. По статистике, четверо из пяти владельцев Toyota Camry довольны своим автомобилем. Им нравится вместительность, комфорт и, что главное, надежность. Ну а жалуются чаще всего на слабое лакокрасочное покрытие, плохую шумоизоляцию и задумчивый автомат. Если за Toyota ухаживать, серьезных проблем до 150 тысяч пробега быть не должно. Ну и к тому же, если она вам надоела и легко продать, на вторичном рынке оторвут чуть ли не с руками и в цене почти не потеряет.